Теперь, чтобы приобрести стартовый пакет одного из национальных операторов сотовой связи, мало при себе иметь деньги. Необходимо и наличие паспорта. В салоне мобильных услуг с покупателем заключается соответствующий договор, в который вносятся данные пользователя. Получить сим-карту на руки абонент сможет только после подписания документа. Такие изменения были внесены в закон о телекоммуникациях Верховным Советом Украины 16 января. Однако новой введению в мобильных салонах Севастополя не рады. Говорят, работы прибавится и процедура оформления будет занимать немалое количество времени. Не каждый клиент готов ждать. И паспорт при себе не все имеют. Но на камеру продавцы-консультанты свое недовольство комментировать отказываются. А на информационных порталах появились публикации с мнениями крупнейших мобильных операторов страны. В Киевстаре говорят, в целом добровольная идентификация абонента может положительно влиять на рынок. Например, снижая уровень мошенничества и служить дополнительной защитой абонента от несанкционированных действий третьих лиц. В Лайфе уверены, что в договорных отношениях не прописаны механизмы их реализации. Поэтому потребители могут и дальше продолжать осуществлять покупку сим-карточек без документа. В то же время в компании МТС считают, обязательная продажа стартовых пакетов по паспортам ограничит доступ мобильных услуг. Ведь практически 90% являются абонентами предоплаченной связи, и они не заключают договор с операторами. Операторам придется полностью перестраивать систему продаж, которая складывалась на рынке годами. Это потребует времени и дополнительных затрат. Кроме того, даже внедрение данной нормы не исключает возможности для желающих приобрести пакет анонимно. Обойдя это условие, отмечают в компании МТС. Неоднозначное мнение относительно закона высказывают и севастопольцы. В определенной мере это правильно. Это дурдом. Это неправильно. Ну как, по паспорту. Это значит, что они будут следить за нами. Вообще, думаю, это правильно. Мне просто нечего скрывать, поэтому я как бы этого не боюсь. Мне уже дочечка все равно. Прочитала в газете, думала, это шутка. Не знаю, как реагировать. Просто перебор, нарушение личных прав. Автор проекта, народный депутат Украины Вадим Колесниченко говорит, закон не нарушает прав людей. Наоборот, он направлен на их защиту. Согласно документу, в стране будет вестись борьба с телефонными террористами. Ведь ежедневно службы безопасности выезжают на вызовы и в большинстве случаев наложены. Из-за угроз мошенников парализуется работа зданий, учреждений, вокзалов. В обществе создается атмосфера страха. Кто-то за это платить должен. Мы пресекаем проблемы терроризма. Практически 60% рынка продажи сим-карт – это черный рынок, который не обложен налогами. Поэтому мы в первую очередь хотим поставить теневой рынок на службу государства. Точно так же и продажи мобильных телефонов. По словам Вадима Колесниченко, учитывая рост киберпреступности, введена и уголовная ответственность за распространение информации о персональных данных. Ранее за это перед законом отвечали только госслужащие. На сегодня, учитывая, что телефонные компании, либо те, которые торгуют сим-картами, они не являются государственными, для них, в связи с тем, что они будут носителями персональной информации на серверах, вводится такая же уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы за необеспечение сохранности персональных данных тех людей, которые у них купили сим-карты по своим документам. Согласно закону, реализация сим-карт по паспортам начнется с 1 мая 2014 года. Наталья Двуцина, Денис Корвель, Деливер Меджитов. Программа «Наше время». Программа «Наше время».